Друзья, Друзья мои, мы находимся в Испании, это город Гуаделес. Я не совсем понимаю, куда ты меня привел. В музей пыток? А я тут что делаю? Я так понимаю, насколько я догадался, что мы не просто в музее пыток, а я сегодня буду под опытным кроликом, и мой собеседник покажет, как же пытали в Испании людей. Я буду тебе переводить то, что там указано. Уже легче, то есть пытать меня не будет точно, но это то самое место, которое стоит посетить, будучи Гуадалес. Я правильно понимаю? А зачем мы, собственно говоря, туда и отправляемся, и расскажем вам, что там стоит посмотреть? Я думаю, что там много чего стоит посмотреть. Итак, отправляемся в музей пыток. Когда вы окажетесь в Гуадалесе, где находится музей пыток? Сразу от парковки автобуса, пройдя... Вот мы входим прямо в сам комплекс Гуадалеса по правую руку. Его не каждый, может быть, найдет, но он находится на спуске внизу, буквально в 3-5 метрах от входа. Итак, проследуем. Здесь есть книга отзывов, и, как нас уверили, здесь очень много отзывов именно на русском языке. Итак, вход в музей рыцарь в доспехах. Оттуда и уже поэтажно будем подниматься, смотреть разные системы пыток. Системы, методы, методики воспитания людей в Средневековье. Пошли. Итак, довольно тесная и душная камера. Я думаю, что тут не более 2 метра 40. Но это обычное подземелье. Все пытки где происходили? Конечно, в подвале. Подвале. Итак, лот номер один. Первый экспонат привязывали человека к этой мягенькой кровати. Это барбекюшка. Барбекюшка, да. И поджаривали живым. Думаю, что они не очень хорошие. Нет, поскольку это экспонат номер один, он особой креативностью не отличался. Ну, это же элементарно, сделать барбекю из человека. Не так страшно? Не знаю, не знаю. Так, и насколько я понимаю, раньше телевизоров и интернета не было, поэтому люди развлекались как-то по-другому. Итак, лот номер два. Ну, а что это такое? Это колесо, которое кидали на тело человека, которое был привязан. Нож, колесо был прикручен. Видишь, нож. Да. И этим лезвием вниз кидали на человека, который был привязан, растянутый и привязан. Просто таким образом... Ломали конечность. Ломали за конечность. Лот номер три. Ошейник одевали на шею человека и давали ему камень. И он таким камнем, в принципе, и жил в сладок своей жизни. Но много пробежать с ним не смог, поэтому, когда ты бросаешь камень, ты себе отрубаешь голову сам. Или ломаешь. Или ломаешь, да, шейный позвонок. Отлично. Лот номер четыре. Самый популярный лот, который был во Франции, придуман французским политиком. Политиком и врачом. О, гуманный. Гильотина. Самый гуманный способ умереть. Его придумал французский врач-политик в 1736 году. Ну да, в сравнении с тем, что мы видели, это действительно очень гуманно. Человека ставили на колени, засолили голову, дергали за рычаг, и голова катилась в корзину. А самое интересное, то, что это конвейерный способ. То есть во Франции были революции, и количество желающих росло, поэтому гильотина – это все-таки первый конвейерный способ по уничтожению людей, да? Однозначно. Двигаемся дальше, все становится интереснее и интереснее. Пошли. Доктор, понятно. Ну и повторяй. Итак, мы переходим в зал. Мы переходим в зал, где выставлены экспонаты, которые использовались во всей Европе в период 1400-й год до 1600-го года. Это средневековый период, когда человеческая жизнь стоила дешевле, чем свинья. Да, я даже слышал, что два человека стоили как один поротенок, потому что мясо поротенка было гораздо больше. Что это за хрени такие, как они работают? Ну, давай, изучим. Так, из интересных вещей, пожалуй, вот эта штука мне нравится. При ударе человеческая голова попадает сюда, а назад она выточиться не может. Вот эти лопасти ее не пускают. И поэтому вы получаетесь в таком жестком мошеннике, а человек, держащий вас на этом жестком мошеннике, может делать с вами что угодно, включая убить. Это такая булава, какой стороной ей не удалишь, как минимум 8 ранений одновременно. Учитывая то, что ранения имели не коносовидный, а такой, как бы он правильно назывался, шипообразный, то от такого удара по человеческому телу рана не заживает. И такого рода шипы были запрещены только в 1908 году, если не ошибаюсь. Потому что сейчас у нас все армии используют простые штыки. То есть штык, после ранения которого можно восстановить человеческую жизнь. От удара такой булавой не восстанавливаются ни раны, ни кости. Они используются в Средневековье и восстановлены в тысячу какого? В 1400-ом? Ну и фактически они все имеют такого рода содержание, что после удара из каждой из этих штучек восстановить части плоти человека или части костей не представляется. Учитывая, что тогда медицины практически и не было. Только ампутация. Только ампутация. А это растяжка. Еще один уникальный лот это растяжка человека. Он такой мобильный и судя по тому набору вещей, которые здесь есть, его часто использовали моряки и люди в плаваниях, а также люди в походах. То есть не было времени делать профессиональные питательные комнаты, поэтому мы брали просто канат в такую лестницу и таким образом растягивали человека. Человека привязывали именно таким образом. За руки сзади. Потому что меньше нужны усилия и легким движением руки руки превращаются. То есть дача показаний давалась, я думаю, на реке. В таком варианте. Двигаемся дальше. Ну что же, самая популярная из них, которая убила, наверное, большинство количества людей, политических лидеров, невзирая на их ничины. Здесь, знаешь, что главное? Главное смылить ее и очень хорошо завязать петлю. А здесь она грамотно завязана. То есть она и по сегодняшний день самая, наверное, применяемая мера ухода из жизни это, конечно же, виселица. То есть годы у нас идут, а технологии, к сожалению, не меняются. То есть виселица здесь, я думаю, должна быть стоять на первом месте. Кстати, может быть, и памятники стоит поставить. Это самый легкий уход человека из жизни. Здесь человек убивает что-то, что ломает шейный позвоночник, хребет. Но, увы, это не самый легкий уход из жизни. То есть он довольно мучительный. Но самый популярный. Ну, дерзкий, чем вот такой уход из жизни, я даже себе представить не могу. То есть человека подвешивали вверх ногами. За ноги. И два парня мы брали между ног. Два. И между ног распиливали его пополам. То есть такой вид неприятный. И назвать это пытками, я даже не знаю, это же стопроцентная смерть. Разве это пытка? Ну, это очень медленная смерть. И очень больная смерть. Да. То есть врагу такой смерти не пожелает. Двигаемся дальше. Еще одно извращенное действие. Человека поднимали просто в клетке как можно выше. Каким образом он умирал? Конечно же, безвожная нехватка жидкости, большого испарения жидкости на солнце. А дальше свое дело делали птицы. Да? Бароны. Эта конструкция использовалась до 19 века. Ну, она главным образом для дебоширов, для людей, любивших побухать, там, жен погонять и злословить на свое государство. Человека заковывали просто в бочку, сверху одевали такой ошейник, напоминающий голову черта, и пускали по городу. Все свои нужды он справлял именно в эту бочку. И руки были внутри, и он ничего не мог. То есть, не мог ли делать все, что угодно, наливать ему в рот любую гадость, а он с этой бочкой так ходил и жил. Ну, по-моему, креативненько креативненько. Итак, еще одна интересная комната. Ну, довольно простая. Ножки человека, лучшего пациента прикручивались к этому моменту. Дальше шла традиционная растяжка. Но здесь не просто, зараза, его растягивали, а еще крутились вот такие вот ролики, и человеческая плоть буквально в них ходила, и когда он прокручивал, он вырывал от куски плоти. А есть еще и более смешный вариант, называется фрейт. Смотрите на это, уникальная вещь. Человеку ободочек привязывался на шею, и он ходил как фреетист. В любом случае, руки на весу долго ты не сможешь держать, и когда ты руки опускаешь вниз, ты автоматически ломаешься в вешейный позор. То есть, как бы тебя никто не убивал, ты убивил сам себе сам. Ну, сводил. Здесь ничего нету необычного. Здесь просто, как обычно, руки, ноги ваши зажимались вот сюда, закрывались. Как правило, такие вещи стоялись где-то около церквей. И вот это самый, наверное, гуманый способ, потому что цель его не нанести людям травму, а люди пришли на молитву в церковь, увидели разбойников, которые таким образом посидят дня два-три, и глядишь, да, одумаются. Традиционный комплект инструментов. Он для чего нужен? Ломание пальцев, выжигание разных татуировок о том, что ты что-либо украл. Ну, такие легкие вещи, которые приносят легкие телесные, так скажем, но не убивают человека. Так что эта комната в этом музее казалась самой приятной. Крайник. Ну, еще одна не менее гуманая комната, которая называется мы его не убивали, как бы. И здесь такие приспособления, которым человек сам себя убивает. То есть, то самое движение на кол, то есть, тебя вешали таким образом перед колом, что вот на своей мышечной массе сколько ты можешь, держишься, потом силу тебя постепенно ослабевает. Мышечка ослабляется. И ты садишься на свою колу. И сказать, что тебя кто-то убил, да, это же глупость, ты же сам себя убил, правильно? И тут ряд таких же самых приспособлений, когда человеку привязывали к голове ошейничек и к ногам. Сколько он мог, он сопротивлялся, а потом также его силу ослабели, и он сам себя убил. Ну, и такого рода разные штучки-дрючки. Опять же, что интересно, что придумали это все церковники, потому что по церковным законам есть заповедь не убей, а вот такую хрень человеку на шею приделать, это же не убей, правильно? Это сам себе убил. Ну, как-то так. Так что, он-то вполне соответствует нашему дизайнеру. Что же, интересное орудие мясника, но это как бы правообразовременной французской гильотины, только более упрощенной модель плавка, прикручивали и человека просто кромсали. Любую часть тела, которую вам не нужно, здесь можно было спокойненько отрезать. Это модель тисков, то есть закладывали туда одну из человеческих самим, не знаю, рук, ног, может, самого человека и постепенно его закручивали до того момента, пока он не скажет хватит. Если на это хватит, сел. Еще интересное. Еще одна интересная штука, когда встали конусный уголок, положили человеческое тело сверху дрель, дверь и прикладывали гирьками. Чем больше гирь, тем, соответственно, тяжелее вес и когда-либо человеческий позвоночник все-таки должен был сломаться. Олег, рассказывайте про эту вещь. Что это за хрень? Значит, это такая интересная конструкция, куда выходила голова и на носочках ты стоишь значит, полдня, сколько выдержишь, потом, когда уже не выдерживаешь, ломается жейный позвонок. Ну, полдня ты, конечно, загнул, но, тем не менее, жесткости это же простое устройство, как бы. Есть такое известное древнерусское выражение на коло его сажать. Вот тот самый кол. Подставочка такая, чтобы в сторону не вильнуло, затачивается кол, ну, а дальше движение и очень мучительная смерть, то есть, человек до суток мучился. То есть, ему банальное отверстие продевали, в рот вытаскивали, он мог сутки так висеть. Да, и в судорогах. Да, удовольствие, конечно, не из приятных. Ну что же, лидер продаж это просто палач. Вместо палача было как бы вакантное, при королевском дворе в себе вот кто? Шут и палач. Это две такие ключевые фигуры, которых знали и не желали видеть все. Так что работа палача была довольно престижная, вакантная. Ну а легкостью инструмента это понятно. Просто хороший топор отточенный. Единственное, о чем просили палача его почаще точить, чтобы одним ударом без мучений отрубать эту голову. Ну, все очень простенько. Итак, друзья, на этом заканчивается наше путешествие в город Гуаталес и посещение музея Пыты. Нравится он или не нравится, он имеет место быть в Испании, в городе Гуаталес и поэтому посетить его все равно стоит, как мы уже увидели, здесь играет легкая, приятная музыка, так что можно даже приходить в сад с детьми, никакой моральной травмы они не получат. Заканчиваем мы вот на таком экспонате, это современный экспонат «Сесть на кол», который уже более 200 лет назад был использован, человека привязывали ногами сюда, сажали в это место, связывали руки за спиной и рано или поздно умывал себе какие-то либо исконечники. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а ссылочка на мой канал здесь, он находится ниже, на мой канал здесь, где? Внизу, внизу ссылочка, а как называется твой канал, может, прононсируешь? Спейнхомс, видеоканал сайт спейнхомс.рс Итак, ребята, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем посещение музея Пыток, вот здесь вы увидите переход на канал строительства, а здесь вы увидите наш канал Спейнхомс, сайт спейнхомс.рс Спейнхомс.рс